Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре фидерная серия Interceptor от бренда Maximus. Бренд корейский, бренд достаточно известен широким ассортиментом рыболовных товаров у нас в России. Компании более 10 лет для поклонников Кореи, корейских фидеров, завода NS и так далее. Вот, пожалуйста, я запускаю такой цикл обзоров на фидера Maximus. Сейчас у нас, как я сказал, Interceptor. Дальше выйдут видео еще о нескольких сериях. Значит, серия широкая. Сейчас я каждый фидерочек поизмерю, потому что поступает огромное количество вопросов о том, как просьба померить расстояние от кольца нижнего до катушка-держателя, диаметр рукояти, диаметр кольца нижнего и тому подобное. А какие вершинки, стекло, уголь, а что это такое, какая они на гибкость. В общем, потому что я сам даже залез в интернет посмотреть, откуда такие вопросы возникают. А на самом деле, в общем-то, описание очень многих магазинов одно и то же. Они просто, ну, грубо говоря, тупо копируют, потому что далеко не все продавцы вообще понимают, что они продают. И они у производителя копируют их описание и дальше на какие вопросы не отвечают. Но вот чтобы закрыть такие белые пятна перед нашими покупателями, потому что мы берем напрямую у дистрибьютора, да, у компании Экогрупп эти фидера. И мы гарантируем качество, во-первых, сразу скажу, что сам производитель, сама компания-дистрибьютор дает год гарантии на какие-то дефекты вследствие производства. И мы, как официальный тоже магазин, да, этих товаров, мы даем вообще бессрочную гарантию, то есть пожизненную, на весь срок службы, на заводской брак, на все удилища, купленные у нас. Ну, значит, кстати говоря, сразу же упомянусь по запчастям. То же самое, проблем никаких нет. Точность также действует, все акции, которые магазин наш, Мультифиш, уже устраивает два года. То есть все покупатели, которые у нас купили удилище, это относится к компании Максимус, точность также к бренду Максимус, и к Дайви, и ко всем остальным брендам, что мы продаем. Ну, практически там, да, за редким исключением 99%. То есть те, кто у нас покупает, и те, кто подписан минимум на три социальные сети, странички магазина на Телеграм, Ютьюб и Вконтакте, имеют право на бесплатное получение запасной части до двух штук в год в период проведения акции. Ну, в исключительном случае, там, 100% не скажу, но если вдруг так попадет, что какой-то запчасти не будет, хотя, ну, практически они все есть, ну, мы тогда предложим этому человеку либо восстановить, либо какую-то альтернативную запчасть, либо бесплатный ремонт за наш счет. В общем, найдем выход. Но, тем не менее, вот сейчас акции уже, которые мы проводили несколько раз, это Major Craft, Dive, Black Hole, Lucky John. В общем, перечислять очень много, можете сами посмотреть, два года мы уже это проводим в разделе новости на сайте Multifish, YouTube-канал, большое количество отзывов, довольных покупателей. То есть люди действительно благодарят искренне, что получают, приходят, говорят, не верятся, что вообще такое может быть. Получают до двух запчастей в год, как я сказал, мы отправляем бесплатно. Главное условие, ну, повторюсь, покупка у нас и подписка на социальные сети. Значит, отвлекся. Далее продолжаем. Широкий модельный ряд Fider-Off Interceptor от бренда Maximus. Длины от 3 до 4,2. Тесты от 30 грамм до 180. Ну и давайте, наверное, сразу переходим по бланку. Значит, ну, как вы видите, самый, кто смотрит мои видео, это самый мой любимый, который я применяю в своих разработках, в своих фидерах тоже, это Rawr. Вспомните, Фотоны Про от Сабанеев и так далее. То есть это надежнейший, самый надежный материал, самый долговечный материал, самый неприхотливый материал, из которого, в общем-то, можно сделать рукоять. То есть мне он очень нравится. Единственный минус его – это вес. Но, скажем так, с моей точки зрения, ничего страшного, плюс 20 грамм, грубо говоря, к какому-то весу какого-то фидера, но зато вы получаете надежнейший фидер, там, условно, на 10 лет, которого вам хватит, и ничего с ним никогда не будет. Значит, здесь, ну, Rawr бывает разный. То есть по градации есть, ну, грубо, если вам назвать, это плотность материала. То есть здесь по плотности материал отличный. То есть это корейский Rawr, очень качественный, который, в общем-то, ну, можно вообще забывать про какую-то, наверное, осторожность. Ну, конечно, в разумных пределах. Значит, дальше такой красивый дизайн рукояти у нас здесь идет. Торцевая пробочка с брендом Maximus. Зеленая окантовка. Дальше идет Evo. И с Evo тоже не все так просто. Материал хоть и относительно простой, но он тоже делится на по плотности, по качеству. И некоторые производители, возьмем там ту же Kaido и так далее, некоторые модели, видимо, за гонкой дешевизны ставят туда Evo некачественную, которая, в общем-то, даже начинает как губка впитывать в себя воду и через год трескаться на солнце и так далее. То есть здесь Evo отличного качества, мелко пористая, плотная очень, которую, в общем-то, не прожмешь даже пальцем. Подгонка соединения Evo с Рабром идеальная. Никаких зазоров здесь нет. То есть дальше идет, соответственно, катушка-держатель с верхним форо-гриппом. То есть катушка-держатель, я его знаю, эту модельку, которую, в общем-то, я тоже хотел их ставить. Отличный катушка-держатель. То есть многие нарекания на верхнюю гайку связывают с тем, что часто вот эта лапка, когда подклеивается к катушке, там, допустим, вы отловили рыбалку, там слизь, прикормка и так далее, с утра начали, днем солнце вышло, расширилось, все подсохло и залипло как клеем. И когда вы начинаете открывать, вот эта лапка, она остается приклеенной к катушке, клапки-катушки здесь, этот катушка-держатель, я помню еще по своим образцам фидеров, то есть я что там с ним не делал, он не отклеивался. Если вдруг у кого-то что-то здесь произошло, напишите, мне просто это интересно даже как производителю, потому что у меня возникла идея на, скажем так, на одну из серий своих фидеров, которые, я надеюсь, в будущем будут, поставить именно вот такой катушкой-держатель. Поэтому если есть нарекания, одно дело я там, его как-то протестировал, еще несколько человек условно так и собрал где-то отзывы по сети. Но другое дело, что среди подписчиков, кто имеет фидера с таким держаком, пожалуйста, напишите. Эва здесь надежная, если помните, что есть нарекания, были нарекания к определенным катушкой-держателю, той же Волжанке, Эва Про, Эва, 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 Оптиму, Оптиму, Нево, Про, Оптиме, старого поколения. То есть часто, иногда бывало, рвалось вот здесь вот, вот это место. Здесь тоже этого не будет никогда, потому что просто совершенно здесь иной принцип фиксации, иной принцип производства и клейки, да, соответственно, этого форогриппа. Ну, в целом, дизайн такой темно-зеленого цвета, симпатичный, не могу ничего сказать плохого, то есть буковки приятно такие, шероховатые под рукой чувствуются. Провалов каких-то я вот прям явно не наблюдаю, хотя у корейцев иногда бывают косяки в плане лака, подтека, то есть несерьезные косячки, которые, как правило, ну, чаще всего, это подтек лака на кольцах или еще там где-то, и это все убирается, в общем-то, достаточно быстро ножом, там, ногтем еще как-то. То есть здесь, ну, вот я пока не встречал на этих фидорочках. Значит, давайте мерить и уже по конкретной модели. Значит, у меня в руках 3 метра, Т-120 грамм. Расстояние, давайте, рукояти до, ну, давайте до нижней лапки катушка-держателя буду так мерить, 45 сантиметров, и от центра катушка-держателя прибавляем к кольцу, которое будет у нас на предыдущем колене, 57. По диаметру, диаметр бланка 12, и диаметр рукояти, ну, вот, чуть ниже катушка-держатель я беру, 25. Смотрите, вес я измерять не буду, все показатели найдете, пожалуйста, на сайте Multifish. По вершинкам идут 3 вершинки, как говорят, различные жесткости, тесты написаны на вершинках, в граммах, не в унциях. Здесь у нас идет 90, 60 и 120. Притом, 60 и 120 карбон, вру, 90 и 120 карбон, а 60 стекло. По тюльпанам, тоже важный момент, здесь кольца достаточно, они не маленькие, не большие, но, скажем так, что пролетел узел шок-лидера, допустим, на плетне, там, 0.11, 0.12, там, 0.26, 0.24, Монка, правильно завязанный шок-лидер, прекрасно пролетает. Кто еще не знает, как вязать шок, посмотрите в разделе обзора и советы на сайте Multifish, там есть подробное видео, поэтапно, как куда веревочек, узелочек этот вяжется, леска и плетня, куда просовывается. Потому что есть узлы, которые подходят при связании плетни с плетней, моно с моно и, соответственно, плетня с моно. Значит, наверное, еще нужно измерить посадочный диаметр, вру, не посадочный диаметр, это тоже показатель есть на сайте, Multifish, длину 52 сантиметра, 51 с половиной, и забыл сказать, тоже важный момент, который многим порадует, это противозахлестный тюльпан, который, в общем-то, я знаю, несколько моделей колец с противозахлестным тюльпаном, вот этот, этот тюльпанчик, он действительно работает от противозахлеста, остальные не работают, вот, но минус этого тюльпанчика, он совсем небольшой, это вес, для такой тюльпан ставить на лайтовые фидера маленького теста, небольшого, да, не очень, потому что вершиночка, он начинает немножко гнуть, и она чуть-чуть заваливает, но здесь фидер теста 120, поэтому вот такие тюльпанчики на вершинках, это, что называется, прям вот его, значит, диаметр колечка нижнего, все спросят, всех это интересует очень, 15 миллиметров, значит, следующий, у нас, 390, 180 грамм, расстояние от центра держателя до кольца, 61, рукоятка до нижней части катушка держателя, 52, диаметр сразу кольца, и, 20, диаметр бланка, 15, и диаметр рукояти, 25, вершинок здесь у нас 3, я уже открывать, наверное, не буду, это 120, 180, и 150, все карбон, кроме 120, точность такие же тюльпанчики, точность такие же размер, такой же размер колец, значит, следующая модель, 330, 120, расстояние, вот, центра держателя до кольца, 70, расстояние рукояти до нижней части, катушка держателя, 46, диаметр, комля, 12, диаметр рукояти, 25, вершинок, соответственно, здесь 3, 120, 60, и 90, 60, стекло, остальные карбон, так, и, диаметр, кольца, 15, значит, следующий, 360, 150, ну, сразу диаметр кольца, раз штанга рядом, двадцатка, расстояние от центра держателя до кольца, 52, и рукоять до нижней части катушка держателя, 50, два с половиной, диаметр бланка, 13, с половиной, диаметр ручки, 25 тоже, значит, по вершинкам, также 3 вершинки, 90 у нас грамм стекло, 120 и 150, карбон, по, ну, давайте вытащу их, они просто одинаковые, вот, внешне, ну, мощные вершинки, подставить тесту, для течения, самый раз, по предназначению, по своему личному мнению, для чего эти фидера предназначены, я вам расскажу уже, когда покажу строй, потому что, ну, что голословно говорить, да, вы сами увидите по строй, для чего, с моей точки зрения, они нужны, значит, двадцатка, диаметр кольца у фидера, 360, 120, диаметр бланка, 14, 13,8, точнее, 25, диаметр, рукояти, так, теперь, расстояние от центра держателя до кольца, 54, и рукояти, 52, ну, в общем-то, длинные рукояти, действительно, для многих важны, потому что люди разные, длина рук у всех разная, и просто может быть, ну, непривычно, с более короткой, либо более длинной, поэтому некоторые действительно мучаются, значит, вершинок, 3, 90, 60, 120, точности, также у нас, 60, это стекло, а остальные, это у нас уголь, ну, по жесткости, я веду, они примерно, по моим ощущениям, через меня, в общем-то, в общем-то, мои руки, много фидоров прошло, они примерно соответствуют написанному, так, следующие, это 330 до 150, колечки, кстати говоря, SIG, я не сказал в начале, но качественные, недорогая-то фурнитура, но качественные, то есть, есть фурнитура, которая, скажем так, дешево стоит, либо самый низкий сегмент дорогих колец, к примеру, брать, да, так вот, они по качеству намного хуже, чем взять по цене ниже, но, скажем так, середнячок какой-то, который будет просто на все 100% отрабатывать, вот эти колечки, они не пилятся ничем, ни плетенкой, соответственно, ни плетней с абразивом, я думаю, многие понимают, про что я имею ввиду, это, допустим, там берем какую-то плетенку, пусть недорогую, которая при ловле на песке, набирает себе мелкие частички, и вот этот песочек на плетне, при подмотке, работает как абразив на вставке колец, поэтому очень много людей, кто приезжает в августе с Астрахани, часто жалуются, приходят к нам и говорят, давайте, пожалуйста, вот дорогой фидер, там отдали 20 тысяч с лишним, условно, поменяйте кольца, потому что все пропилилось, не пойми почему, здесь на водохранилище, там несколько раз ловили, все хорошо, а вот как Астрахань, так все кольца подпилены, дело вот именно в этом, значит, давайте дальше отвлекся, диаметр кольца нижнего 15, диаметр бланка 13, диаметр рукояти ниже катушка держателя тоже 25, расстояние от центра катушка держателя до колечка 70, и рукоять у нас до нижней части катушка держателя 46, значит, также три вершинки в комплекте, точность также с противозахлестными тюльпанами, одна вершинка стекло, это 90 грамм, 150 и 120, карбон, ну, размер вершинок, я имею ввиду их длина, в общем-то она идентична, так, следующий, это у нас 390-150, сразу диаметр кольца, здесь оно должно быть крупней, здесь оно 20, диаметр бланка 14, и диаметр рукояти 25, но вот с моей подписчиками, да, и люди, кто понимает хорошо, я вот еще раз акцентирую внимание на очень качественное изготовление рукояти, я просто знаю, что это не очень легко делать, и даже некоторые заводы не справляются, а здесь такой вот прям набор идет, Эва и Рабра чередуются, да, и вот эти стыки, они просто идеально заточены, все подогнано, катушка держатель, просто как единым целым сделано, ну, одно удовольствие смотреть, значит, расстояние от центра держателя до кольца 60, и рукоять 51, вершинок также 3, точность также вершиночки идут, сейчас один момент посмотрю, да, точность также вершинки идут, 1 стекло и 2 карбона, стекло 90, карбон 120-150 грамм теста, точность также все с противозахлестными тюльпанами, следующий мощный наш друг 420-180, расстояние от центра держателя до кольца 67, расстояние рукоять до нижней части, катушка держателя 62, диаметр кольца 20, бланка 15, и рукояти, ну, та точность также 25, ну, меряю при вас, да, чтобы прям все все видели, ну, и последний, это 360-180, наверное, я уже тут выхожу за кадр, но иначе никак не сделаешь, в общем, измеряю от центра катушки держателя до кольца 51, рукоять 54, диаметр колечка 20, диаметр бланка 14, и диаметр рукояти 25, в точности также идут 3 вершинки в комплекте, стекло у нас 120 и 180-150 карбон, но давайте тогда уже второе по значимости самое интересное, что люди от меня ждут всегда, это мы раскладываем, смотрим строй под нагрузкой. Итак, друзья, разложили все фидерочки, насколько это можно сделать в помещении, Константин Михайлович нам поможет в этом, в плане нагрузки, значит, у меня в руках 300 до 120 грамм, вот показываю вам на белую дверь специально, чтобы можно было видеть карту колец, противозахлестные кольца с надежными вставками, которые, повторяюсь, не пилятся, карта колец превосходная, то есть она позволяет хорошо стравливаться лески, с катушек даже на этом фидере до спокойно 6000 размера, то есть вы можете кому нужно максимально далеко бросать, либо быстро выматывать, 6000-5000 можете ставить без всяких вопросов, значит, в руках, вот я беру на потрях, это такой средний быстрый строй, ну, по ощущениям чувствуется надежность, ну, сказать, что сверхлегкий нет, но совершенно спокойно можно с ним идти и на речку, на течение ловить, и ловить рыбхозного карпа, то есть именно универсальный абсолютно фидер, как, в общем-то, с моей точки зрения вся линейка, давайте нагрузим, да, сразу скажу, что вершинки на всех фидерах стоят средние из комплекта, я поставил, смотрите, вот берем нагрузку, я даже вот вторую руку подключаю, показываю вам, вот она парабола, полностью он грузится, то есть палочка бросковая, сразу можно сказать, палочка вяжущая, то есть, в принципе, чем нравится людям эта серия, я, в общем-то, это поддерживаю, это то, что здесь золотая середина, именно по дальности заброса и по вязанию рыбы, так называемой, да, по амортизации рывков рыбы, значит, следующий, 330, 120, ну, в общем-то, для дистанций, скажем так, 25-40 метров, 25-35, 20-35, для тех, у кого, в общем-то, картыш, ну, скажем так, не дотягивает, да, до нужных вариантов, значит, сразу по тесту 120 и по поводу перегруза, пока мы говорим, то есть я их испытывал на воде, бросал груза, если нужно, скажем так, скорее всего, возможно, публикую видео, просто было немного времени, поэтому я для себя их посмотрел, как бы смотрел раньше, но чтобы уже вся серия была наглядна, ну, вот смотрите по кольцам, значит, по минимальному, максимальному весу, он начинает включаться, вот именно за счет своей, такой вот потрясающей, хорошей, действительно, вот хоть это бюджетный сегмент, относительно там, ну, средний сегмент, среднебюджетный, но бланк действительно начинает включаться примерно от кормушки 40 грамм, там, ну, в районе 35, я бы сказал, грамм плюс корм и до, соответственно, 120 его тестов. В плане перегруза сразу поступят вопросы. Сам материал позволяет делать перегрузы на любом фидере из этих, но перегружать можно с умом, ну, примерно на 20-30 процентов можно перегружать, ну, на 30 процентов, я бы так сказал, но плавный заброс с постепенным ускорением с плеча, никаких маятников с перегрузом делать, естественно, не нужно. И вообще, как бы лучше все-таки бросать с плеча английским таким с висом, с забросом, тогда вы сохраните вершинки всегда и никаких отстрелов не будет, и точность будет замечательная. Значит, давайте нагружаем. Да, и забыл сказать по верхнему тесту, ну, вот 120, то есть кормушка 90, 100, это вот он прям пуляет идеально и до 120 даже плюс корм, допустим, если у вас 40 грамм корма будет, то точность также он бросит, но за счет именно такого строя это относится ко всем, вы чуть теряете в дистанции, имейте это в виду. Если вам нужно бросать максимально далеко, то все-таки берите фидер в пределах теста. Значит, нагружаем 330-120, но точность такая же парабола, а то стоял с ним, рассказывал очень долго. Смотрите, отлично будет вязать рыбу, я вот прям двумя руками уперся, ну сломается, так сломается. Да, вот Константин Михайлович у нас имитирует рывки карпа или сазана, но действительно палочка приятная, действительно, она прям амортизирует здорово, очень вяжет хорошо, то есть и поводочек можно относительно не толстый поставить, когда у вас там днем поклевки закончились, все собираются, дубинчики, да, кто на колокольчике, на сигнализаторы поклевки ловит, а вы ставите 0,12 поводочек и ловите леща. Значит, следующий у нас 330-150, то же самое абсолютно, то есть он включается 42 грамма плюс корм, это я вам, я просто им ловил очень достаточно хорошо и очень успешно, и по, до 120 кормушка, дальше он просто начинает проваливаться, если можно так говорить, ну и так можно говорить по бланку, да, начинает проваливаться, то есть 120 плюс корм, хорошо, 150 плюс корм, не советую уже на нем работать, вот смотрите, построил он уже чуть-чуть другой, я бы сказал, что он уже ближе к быстрому, ну давайте нагружаем, еще раз повторюсь, что у всех фидеров стоят вершинки средние из комплекта, точность такой же, видите, работа бланк, точно такая же, прогиб такой же, парабола, хорошо вяжет, все замечательно, крупные кольца, значит следующий, это у нас 360-120, это оптимальный такой вот, самый народный, можно сказать, фидер, потому что крупное противозаклестное кольцо, видите, на достаточном удалении от катушка держателя, то есть 5, 6 тысяч, 4 тысяч, само собой сюда катушка встает, и, соответственно, можно ловить и за счет колец сика и на плетеночку, и на монку, то есть кому как нравится, и с шок-лидером, то есть диаметр колец на тюльпана и на вершинке позволяет это делать, вот, смотрите, ну, приятная палочка, такая она собранная немного идет, собранная, но в руке лежит, не могу сказать, что прям очень легко, ну, достаточно хорошо, вот, здесь вот есть нюанс у этого фидера, какой нюанс, то есть этот фидерочек раскрывается где-то от 50 грамм, кормушка уже примерно, ну, 42, смотря какой объем, то есть там, ну, можно сказать, 42-50, он раскрывается и хорошо бросает, и хорошо работает на весе 110, то есть вот 110 плюс корм среднего объема кормушка, он у вас будет улетать, ну, в общем-то, очень хорошо, до 60 метров, честных 60 метров, совершенно спокойно он бросает, и очень, в общем-то, удобно им ловить, давайте нагружаем, ну, видите, вот, все идентично, парабола, имитируем рывки, надежный фидер, ничего не трещит, ничего не скрипит, все отлично, то есть любителям корейских фидеров и почитателям Кореи, пожалуйста, значит, следующий, 360-150, мы уже подходим к такой дальнобойной мощной артиллерии, точность такой же, один из любимых фидеров, то есть 360-150, мне нравится еще 390, кстати говоря, значит, по жесткости он чуть-чуть побыстрее, но вы имеете в виду, что он не только за счет теста побыстрее, но очень такой важный момент, что за счет диаметра вершинки, он хорошо, они все хорошо держат течение, но вот этот фидерочек, если вы заметили, вот как я трясу, видите, на дверь, он хорошо работает верхняя часть, то есть это опять плюс тот, что он будет не как весло у вас, да, как речники многие, они не вяжут совершенно, да, а он будет и бросать, и вязать все-таки, ну, в разумных, конечно, пределах, 0,08, там лесочку туда не надо ставить, все-таки это не для этих целей фидер, так, нагружаем, точно так же, видите, вот за счет строя он чуть-чуть уже вот более упругий, в середине и в нижней трети, ну, соответственно, по весу кормушек, то есть здесь у нас он включается 50 грамм, ну, 56 я ставлю в лунцах, потому что привык это делать, то есть 56 плюс корм и дальше 120 плюс корм, то есть он, вот это его диапазоны рабочие, значит, следующая палочка 390-150, это вот она, рабочий речник, это рабочая лошадка для Аки, в основном ее берут, на Волгу, то есть отличная палка, посылистая, вот за счет, опять же, этого строя она достаточно точная, вот, но, естественно, все-таки уголь не самый дорогой, ну и цена, сами видите, это все-таки среднебюджетная цена, то есть здесь уже 390 длины начинает немножечко тяжеловатенький он быть, то есть в руках его, естественно, не поддерживаешь, только это стойки, вот, значит, нагружаем, то есть, видите, идет парабола, но очень хорошая, упругая середина и ближе к омлю, за счет этого он в момент броска дает как раз точность, чем он, в общем-то, людям, многим и нравится, а за счет относительно мягкого, ну он не мягкий, конечно, вершинка, но верхняя часть, да, ну мягче, чем предкомливая, да, часть, она, естественно, дает хорошую амортизацию на рыбе, значит, следующий, 360-180, то есть, это те, кому нужно, скажем так, недалеко бросать на сильном течении, ну, до средней, включая среднюю дистанцию, то есть, 45 метров, 60 метров, если 150-й, вы можете до 70-ти работать, то это где-то до 60-ти, 45-60, это вот его рабочий диапазон, по кормушкам точности так же, то есть, вы можете, 150-й, плюс корм, это его предел, вот, 180, не надо на него ставить 150, средний объем кормушки, плюс корм, это предел, раскрывается, начинает где-то от 70-ти, ну, соответственно, видите, точность такой же строй, так, следующий, у нас на очереди, 390-180, показываю кольца противозахлестные, расстояние, что вы видели, как расположены кольца, отличный исход лески над нем, то есть, вот эта палочка тоже, 390-180, речник, очень востребованная, она тяжеловастенькая, немножко в руках лежит, но для течения, сильного течения, оки, волги, просто шикарно, то есть, многие, наверное, сазанах, ойны, ловят в Астрахани, на Нижней Волге, строй, средне-быстрый, точность такой же, нагружаю, течение держит замечательно, вот эта палочка, очень хороша для течения, вы когда, если ее купите, и поставите вершинку на течение, то есть, вы сами поразитесь, насколько она отлично работает, в чем отлично работает, это не только информативность, но еще то, что за вершинкой не заваливается второе колено, то есть, сами понимаете, что есть такие фидера, которые, ну, скажем так, плохо проработаны, если вот прямым текстом говорить, что когда вершинка натягивает, то с ней вместе идет второе колено, то есть, информативность поклевки, сами понимаете, в этой ситуации теряется, здесь такого нет, значит, у нас в руках следующие, 420-180, это уже самая верхняя палка, мощная, жесткая, относительно тяжеленькая, для, в общем, таких вот, скажем так, дальнобойный катапульт, можно сказать, да, ну, точно с такой же строй, видите, то есть, она заряжена, то есть, с ней так, с хорошим подшагом, вот, по тесту до 200 грамм, вот тут написано 180, а вот в отличие от той, она работает и на 200 грамм, плюс корм, совершенно без вопросов, от какой работает, да, от какого веса, но, я вот лично не проверял, но вот по моим ощущениям, именно его не проверял, да, но по моим ощущениям, я думаю, что я, ну, на 99,9 прав, то есть, где-то 90 грамм, кормушка, вот она только-только начинает включаться, плюс корм, на 97,9 прав, но и на 100 грамм, можно было сделать и показать из помещения не ловя, но я думаю, что мы сделали максимум. Значит, по чехольчику. Вот такой вот достаточно простенький чехол, но его плюс это синтетический такой приятный материал, который не впитывает воду, не впитывает запахи. По швам тоже претензий никаких нет. Чехол разделен на несколько секций для каждого колена отдельная, ну и соответственно секция для тубуса с вершинками. Завязочки впереди и соответственно в серединке. Небольшой скажем так, такой вот анонсик. Знаю, что огромное количество людей ждет мои Федера импульс с тестом 180 грамм, которые не приехали 360, 180 и 390, 180. То есть, посмотрите, чтобы не ждать, сезон, в общем-то, начинается. Присмотритесь к этой серии Интерцептор. Может быть, вам что-то приглянется из них. Да, они чуть подороже будут, но учитывая программу лояльности магазина Мультифиш, учитывая скидки для подписчиков на социальные сети, учитывая то, что вы будете обеспечены запасными частями и бессрочной гарантии на заводской брак, на удилище, купленное у нас в магазине. И очень серьезно имеет смысл, наверное, присмотреться, да, и его, может быть, не ждать даже импульсов до 180 грамм, а остановиться на корейском варианте Интерцептора, да, который по качеству, в общем-то, очень-очень-очень достоин. Поэтому на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч. Смотрите следующие обзоры следующих серий от компании Maximus. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok